Здравствуйте! В эфире тема дня, передача для тех, кто хочет за минимальное время получить максимальное количество информации о темах волнующих жителей Омской области. Сегодня мы поговорим о футболе. Я не могу причислить себя к большим поклонникам этой игры. Скорее всего, меня интересует в ней командный дух, когда и один человек в поле не воин, но и без сыгранной команды ничего не получается, и без хороших игроков тоже, как следует, игру не наладить. О хитросплетениях, тактике и не только футбольной мы попросим рассказать гостя нашей студии, депутата Омского городского совета Алексея Саяпина. Алексей Юрьевич, здравствуйте! Здравствуйте! Последний раз встречались мы с вами как раз на футболе. Депутаты городского совета встречались тогда с чиновниками из мэрии. И я спросил, означает ли это, что война между мэрией и городским советом окончена? Что вы мне тогда сказали? Я сказал, что война прекратилась. Да, нужно идти дальше, нужно уметь наладить общий язык, а все боевые действия переместить на поле. На ваш взгляд, чем была вызвана эта двойственная ситуация, когда коммунисты вдруг начали выдвигать депутатами членов партии от «Единой России», которые, кстати, одним из них были вы, часть из них взяла самоотвод, погребняк решил продолжать борьбу. На ваш взгляд, почему так произошло? Во-первых, спасибо Коммунистической партии, что она выдвинула мою кандидатуру. Соответственно, она уже чувствует во мне авторитет и видение, что я могу что-то сделать для нашего города. Ну а в целом, когда люди идут, это говорят в первую очередь амбиции каждого человека. И плюс какой-то определенный интерес. Интерес сделать жизнь лучше, сделать жизнь по-другому. Нам бы хотелось уже принять определенную точку зрения и спокойно идти, спокойно работать. Без власти она порождает хаос. А этот хаос, он не во благо обществу. Не могу не затронуть вот эту тему с так называемым небезвозмездным голосованием части депутатского корпуса. Вы сами считаете, насколько верны слухи о том, что материальное вознаграждение части депутатов было предложено? Мне никто деньги не предлагал, поэтому я не могу сказать, насколько они верны. То есть мы всегда пользуемся фактами и домыслами. Факт это то, что когда принесли, допустим, деньги и положили их на стол, вот это факт. А когда сказать, что кто-то кому-то сказал и там предложили деньги, это домысел. И домысел это может быть воспринято как клевета, может быть воспринято как какой-то кусочек факта. Поэтому здесь, возможно, политические взгляды, согласия. Здесь, возможно, не исключено. За руку никто никого не поймал, это точно. Я к чему веду? Мэр после этого заметил, что это просто сразу черным пятном отразилось на репутацию горсовета. Знаете, как в старом анекдоте, ложки-то нашлись, а осадок остался. Мы можем, конечно, допустить, что все депутаты, и должны, наверное, допускать, что все депутаты честные люди. Но вот само возникновение этого слуха о том, что в обществе не возникла реакция отторжения этой новости, и люди частично даже готовы были в нее поверить, говорит о том, что, может быть, все-таки действительно не все в порядке с репутацией горсовета. Как вы считаете, как-то можно сейчас от этого черного пятна избавляться? Или просто надо закрыть на это глаза и проехать эту остановку, ничего с этим не делать? Пока я не вижу, как можно избавиться от, как вы сказали, черного пятна. В любом случае, любые наши положительные решения, которые мы сможем принять, и они пойдут во благо, только этими делами можно избавиться от негативных последствий. Мы должны только правильные решения производить. Тем более у нас на сегодняшний день, у нас тот же самый Омск Электро, злободневный вопрос, плюс председатели, водоканал, горгаз, это же все злободневно. С транспортом у нас вопрос до конца не решен. И вот это все, на самом деле, больше отпечаток негатива накладывает на городской совет, нежели какие-то факты, либо домыслы, допустим, подкупа. Вот смотрите, голосование состоится, как вы считаете, после этого работа горсовета стабилизируется, депутаты найдут в себе силы объединиться, или все-таки вот эти два лагеря, которые складываются, они и в дальнейшем будут немножечко друг с другом, что называется, по-шероховатому вести? Давайте я так фигурально тоже так же скажу. Вот как вы считаете, если лошадь, которая пустилась в голоб, ее можно быстро остановить? Или она еще должна какое-то время пробежать, чтобы остановиться? Как не футбольный тренер, я так же и не великий лошадник, но я думаю, что нет, скорее всего. Вот, я думаю, что и здесь то же самое. В любом случае будут притирки, будет так называемый разбор полетов, что не устраивало, как устранить вот эти последствия. И еще раз возвращаюсь, нужно принимать более качественные решения относительно общества в городе. Нам нужно социальную сферу поднимать, нужно, а не бороться здесь, извиняюсь, за власть и трясти грязное белье. Вы также были выдвинуты, как один из кандидатов на пост спикера горсовета, но отклонили это предложение. Почему вы решили не участвовать в выборах? Вы не амбициозный человек, вам просто это неинтересно. Вы решили сосредоточиться именно на депутатской деятельности. В чем причина? Во-первых, если бы я не был амбициозным человеком, я бы не пошел бы в городской совет. У меня есть амбиции, во-первых. Во-вторых, почему было принято решение? Так как я нахожусь во фракции «Единая Россия», то есть я не беспартийная, но я нахожусь в этой фракции, то есть я придерживаюсь той политики и тех норм и правил, которые предусмотрены партийной дисциплиной. Так как было предложение, кто чувствует в себе силы, кто хочет, кто может, кто может принять на себя этот большой груз ответственности, может выступить на конференции «Единая Россия», выдавить свою кандидатуру. И конференция, так как внутри партийный праймерис, проголосует за или против. То есть я также выставил свою кандидатуру. И так как человек первый, который набирает, его поддерживает партия. Все остальные должны временно, возможно, придавить свое чувство амбиции, свои желания для того, чтобы поддержать, поработать в команде. Если ты не можешь работать на команду, то потом ты не сможешь организовать команду, которая будет работать на тебя. Наступить на горло собственной песней, взять чувство в узду, остановить ту самую галлопирующую лошадь. Естественно. Спасибо большое за ваше интервью. Так выглядят новости из городского совета, где часть депутатов разделилась и играет по разные стороны. Но надеемся, в скором времени это все закончится. Ну а за все время нашей передачи подошло к концу. Его было бесконечно мало, чтобы до конца разобраться во всех тонкостях тренерской работы. Зато вполне достаточно, чтобы понять, кто же играет на стороне жителей города Омска. Берегите себя, удачи вам, правильного вам выбора и хороших тем для обсуждения. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова